Программа «Формула смысла» продолжает свою работу, и у нас сейчас традиционная рубрика «Философия момента». Тимофей Сергейцев в студии. Привет, Тимофей. Добрый день. Вот Блумберг, на Блумберге вышла колонка, колумниста Блумберга, которую зовут так вот кратко, по-американски очень, Хайл Брэнс. Вот. Ну, в отличие от его имени и фамилии, колонка у него очень длинная. Вот. Я открыл ее оригинал. Называется она так. «Китай, Россия, Иран возрождают век империи». Ну, или оживляют. Вот. И там, значит, вдруг... Знаешь, новость такая, что, оказывается, есть империя. Вот новость. Вот рассказал свой философий момент, действительно, потому что... Ну, мы же много слышали о том, что век империи прошел. Ну, тоже так почему-то назывался век. Хотя это не веком измеряется в жизни империи, явно, да? Скорее, тысячелетиями. Ну, да. И тут вдруг, нате вам, да, и вот опять. Все, он проходит, проходит этот век или тысячелетие, и вот опять. И волнует это вот такого англоязычного аналитика. И очень любопытно, что, продираясь сквозь чистокол вот этих предвзятых мнений штампов по поводу империи, вынужден колумбист признавать, что такие-то актуальные вещи, что, во-первых, они существуют. Ну, во-вторых, так вот там он рассуждает, что вообще в 20 веке они вообще расцвели пышным цветом. Начинает он догадываться, что США – это не совсем империя. И как-то у него это в одном месте не сконцентрировано, а по тексту размазано. Но зато очень определенно. Не империя, а вмешиваются абсолютно во все, значит, дела других стран по всему миру. Так что, мама дорогая, ни одной империи не снилось. Вот. Хотя формально не империя. Он называет скромными попытки Ирана, Китая и России установить свои зоны влияния. Или восстановить. С скромными по сравнению с чем? Ну, по сравнению с вот этим разгулом, разгулом американского деспотизма. Ну, который он почти так и прямо и называет. И, понимаешь, как интересно, то есть сквозь вот это вот, ну, и нам вмененное в свое время, значит, мнение, что империя, а это, во-первых, плохо, очевидно. Ну, одно слово, как звучит, да нехорошо. Да. Мы сто лет поощряли всевозможный вот такой краевой, окраинный национализм. Пусть будет Украина, пусть она будет больше, толще, краще, вот, слаще. Значит, ну, она же все равно будет коммунистическая и социалистическая. Ну, так давайте сами ее и усилим. Да? Вот. Это как про то, что немецкие рабочие никогда не будут стрелять в русского рабочего. Да, и не один, в принципе, это не одна Украина такая была, да. Давайте поощрим страны Прибалтики. Ну, Польшу давайте поощрим, и Финляндию, вообще-то это части Российской империи. Вот давайте их тоже поощрим. Ну, Финляндию так поощряли, что с ней пришлось воевать перед началом еще Великой Отечественной. Длиннейшее развитие событий показало, что это было сделано своевременно. Ну, и вот мы сейчас так смотрим на все это, и, как говорил Черномыргин, и вот опять. Никогда такого не было. Никогда такого не было, и вот опять, да. Ну, я думаю, что все знают, как он это говорил. Вот. Вот такая она живая, эта рыба. Вот. Что с этим делать геополитически, это вопрос, ну, будет решаться. У него пока нет, ну, контуров решения. Ну, точно мы с этим не согласимся. Что вот из Финляндии будет, например, да, будет исходить угроза нашему существованию. Ну, или из Польши. Ну, хотя эти-то вообще орут, что будет, будет, от нас будет исходить вам угроза. Мы вам угрожаем. Они еще начинают орать еще до того, как начали угрожать. Вот. И, так сказать, приглашают всех к этому делу угрозы. Но вот что одно точно выяснилось, это то, что вот там, где живут русские люди, в цивилизационном отношении русские, ну, мы не согласимся с тем, что а их можно убивать, можно их изгонять, можно их принуждать не быть русскими, вопреки их воле и желанию. Вот этот вопрос решился. Ну, и это конец поощрения этих национализмов. Вот сто лет прошло, ну, то есть где-то, наверное, ну, как считать, да, ну, с 1918 года, условно говоря, точно. С момента установления новой политической системы. Ну, не будем мы их поощрять. И ты понимаешь, как получается, что, ну, если кто-то говорит, что вот там, не знаю, Украина для украинцев, чтобы это не значило, ну, значит, та часть, где живут русские, не будет входить в Украину. Просто вот что из этого следует. Так мы, видимо, определились все-таки. Я хочу подчеркнуть, это не призыв, да, это я, я пытаюсь понять, ну, случившееся. Это уже произошло. Нравится это кому-то, не нравится. Что бы из этого не следовало. Какие из этого не последуют риски и сдержки. Ну, ссылаться для латышей. Ну, хорошо. Ну, там есть не только латыши. Вот так не будет. Хотя был такой период междуцарствия такого, да, то есть, когда мы, да, допустили, а, ну, хорошо, пусть все возьмут суверенитеты, сколько хотят. Это перефразировал Ельцина, он, конечно, говорил совсем про другое и вообще в другом смысле, прямо обратно. Ну, тем не менее, фраза приобрела вхождение. Ну, пусть возьмут. Ну, новые эти государства, они же провозгласили, что у них там права человека будут. Ну, они все там провозгласили, там прямо так прекрасно реки медалились, когда провозглашали. Ну, так и русские, которые там живут, да, вот они будут гражданами этих государств, они будут лояльны этим государствам. Кстати, так и было. Вот, они будут цивилизационно, культурно, да, русскими, а вот в смысле политической принадлежности, да, вот они будут гражданами этих государств. Но, коверху выяснилось, что далеко не из них берут граждане. Некоторые так отличились, что там до сих пор есть, те, кого не взяли. Вот. То выяснилось, что даже по-русски нельзя ни говорить, ни писать, ни тем более какие-то процедуры осуществлять на этом языке. Хотя, в Европе, куда якобы ценностно сориентировались эти новые государства, там вроде вопрос давным-давно решен, там в какой-нибудь Швейцарии, там четыре этих языка государственных, включаясь очень старые и мало кому понятные ретро-романские, да. тем не менее, он тоже государственный. А тут, оказывается, нельзя. Нельзя быть русским. Ну и по-хорошему и не можешь ты интегрироваться. Даже если ты гражданин, ну к тебе все равно рано или поздно это придет. Что, знаешь что, собирался бы ты, иду бы ты отсюда, туда вот, в Москву, куда там, в управлении Белгорода, еще куда-нибудь. Ну вот этого, вот этого не будет. Этого не будет. Это вопрос решенный. И это означает, что будет коррекция границ. Потому что, ну раз эти национализмы объявили, что их, вот эти новорожденные государства с весьма сомнительным суверенитетом, это для тех вот титульных наций, а русских там дофига. Это мы еще, я еще раз подчеркиваю, я ни к чему не призываю, я просто хочу, ну, как-то выяснить, что произошло. What's happened? Вот это произошло. А между прочим, расстеления, ну их этническими русскими называют, потому что нет для этого устоявшегося слова употребления. Ну, речь, конечно, идет о цивилизационных русских. В Казахстане они живут, на севере. Ну и более промышленные, развиты его зоны, естественно. Знаем, и понимаем, почему так произошло. Ну, пока все тихо, относительно. Ну, если Казахстан окажется для казахов, ну, значит, та часть, в которой живут русские, не будет Казахстаном. Ни к чему я не призываю, я не, не этот самый, не глашатый. Но надо понимать, что вот это произошло. В принципе, они достукались до этого. Добились того, что произошел, в общем, ну, даже не поворот. Это любимый, кстати, поворот Бербак, да, на 360 градусов. В том смысле, что мы, остановившись, вдруг раз, и продолжили движение в том же направлении. Не будет Россия поощрять этот национализм. Она его поощряла, вот, в результате выяснилось, что никто, кроме инструментов врага, при этом не рождается. Ну, потому что на самом деле эти титульные нации, себя провозгласившиеся, провозгласившие, так сказать, высшей ценностью, они сами существовать не могут. Они должны опираться на кого-то. Они даже исторического мгновения сами не просуществовали. Ну, как только они объявили о своей фактической русофобии, геополитической русофобии, тут же выяснилось, что они побегут к врагам России. Вот, берите нас на службу, на довольствие, защищайте нас, а мы будем, значит, вот, Россию не любить и будем с Россией ссориться. Для начала. А там как пойдет. Вот этот период, я хочу еще раз подчеркнуть, в чем тут ну, некоторая прочность этого события произошедшего. это не 30 лет после постсоветских. Потому что Россия эти 30 лет проводила ту же самую политику, что она и проводила и при советской власти. Процветайте, будьте титулиминациями в своих республиках. Единственное, что снялся с повестки вопрос о коммунистическом движении. Да, вот он мировом. Ну, то есть о мировой революции. Его можно и так, и так обозначать. Это снялось, да. И в результате исчез координационный центр и та цель, ради которой этот национализм поощрился. Вот это исчезло. Ну, попробуйте жить суверенно. Попробовали. Не вышло. Тимофей Сергеев и его рубрика «Философия момента». Спасибо, Тимофей. Ну, что с радиослушателями мы прощаемся на Вести и ФМ. А на Соловью в лайф у нас сейчас передача эстафе это ожидается. «Философия момента». «Философия момента» uel